Из этого надо делать выводы, что Россия, нигде в России в безопасности вы не находитесь, если у вас проблема с этим государством. Уже пора понять, что Кадыров это такой же чиновник, как и начальник ФСБ, как и глава Владивостока, он такой же чиновник. Размышляюще. И Сайди, видимо, указывая на кого-то, говорит, что это ФСБшник или что-то, в общем, он говорит про ФСБ, я сейчас не совсем помню и не совсем понял, честно говоря, о чем там шла речь, но там мелькает вот это вот ФСБ, и этот Кадыровский мент на это нецензурно говорит, да мне, мол, ну плевать, да, только вместо плевать, он там другое слово. Этот Кадыровский мент говорит, что ему плевать на ФСБ, и вот здесь нужно сделать, как бы, правило, из этой ситуации нам нужно делать выводы. Мать моей жены и сестру моей жены их забрали из Астрахани. Забирала их местная полиция, то есть пришли местные полицейские, пригласили, сестра моей жены пошла в полицейский участок, а там ее уже, значит, передали в руки Кадыровским ментам. А когда ее сын вернулся домой, оказалось, что и мать моей жены тоже похищена уже прямо из дома. То есть это говорит о том, что местные полицейские содействовали. Конечно, скорее всего, я предполагаю, что какой-то такой же документ, вот как приехавший у ментов Кендулба, и он уже был какой-то документ от следователя, наверное, там тоже какой-то документ был. То есть формальности какие-то они, скорее всего, соблюли. Здесь мы видим, что приезжают к судье бывшему, и да, здесь просчитались они, судью забрать не могут, закон его оберегает, дает ему какие-то гарантии, но жена не попадает под эту тему, все, жену, значит, забирают. Из этого надо делать выводы, что Россия, нигде в России в безопасности вы не находитесь, если у вас проблема с этим государством. Уже пора понять, что Кадыров это такой же чиновник, как и начальник ФСБ, как и глава Владивостока, он такой же чиновник. И российская власть от самой себя вас не защитит, не приедет туда, и туда же не приехали к Кенгулбаевым, ни спецназ ФСБ туда не приехал прогонять кадыровцев, ни СОБР какой-нибудь росгвардейский, никто туда не приехал. Никакой защиты нет. Власть сама от себя не защитит. Вот это важно понимать. Поэтому нет никакой надежды на какое-то спасение на территории России. Если проблемы возникли с Кадыровым, значит, у вас возникли проблемы с российской властью. Если у вас возникли проблемы с ФСБ, с Бортниковым, у вас возникла проблема с государством. Если у вас возникли проблемы с главой Пермской области, у вас возникла проблема с государством. Надо это понимать, и оттуда нужно валить. Так уже обстоят дела, дорогие друзья. Это видите, это тоже какая-то информация, из которой нужно делать выводы правильные. Я, честно говоря, удивляю, не передастаю удивляться Янгулбаевым. Влаевы прям какие-то смертники. Один работает в комитете против пыток и сидит в Пятигорске. Второй, его отец, он живет себе спокойно в Нижнем Новгороде. Вообще вся семья живет в Нижнем Новгороде. Имея такие проблемы с этим режимом, кадыровцы обвиняют Янгулбаевых в том, что якобы они являются авторами этого канала АДАТ. Один из братьев Янгулбаевых и Брайан, что он является администратором этого канала, создателем и администратором. Второго там задерживают. Понятно, что к этой семье претензий очень много. То есть они находятся в опасности. И при всем при этом вы все равно продолжаете как бы жить в России. И это, я даже не знаю, это такая смелость, это на грани сумасшествия какого-то. По-моему, вам давно как бы надо было из этой страны уезжать. Ипон Кадыров, ты войдешь в историю как вояка с женщинами Хосио Таркутом Йохо Кадыров. Хамзат Гилаев Собор Янгулбаевым. Амин. Павел. Тумсо, добрый вечер. Всегда был о чеченцах плохого мнения, но тебя смотрю и понимаю, что ошибался. Грамотная умная речь, бесконфликтность и порядочность. Все бы были такими. Спасибо большое, Павел, за такую лестную оценку. Но поверь, у нас в нашем народе есть гораздо более грамотные и лучшие люди, чем я. Тебе нужно просто получше познакомиться с нашим народом. Ипон. Ассаляму алейкум, брат. Я не поздоровался вначале. Не обессудь Кадыров. Ахошнырю. Ва алейкум ассаляму араматулла баракату, брат Ипон. Мумин. Вопрос к Гантамировым, Аслахановым и другим пророссийски настроенным. Вот эту власть вы хотели поставить так настойчиво, предав свое государство и свой народ? Хороший, конечно, вопрос, но они не эту хотели. Они хотели себя видеть во главе этой власти, конечно же. Они хотели, чтобы они творили весь этот беспредел в интересах. России. Немецкий солдат, германский, для их мир тебе, дорогой брат. Поистине те, которые поверили, которые переселились и усердствовали на пути Бога, надеются на милость Бога. Бог, прощающий, жалеющий. Да сохранит тебя, твою семью и близких. Бог. Амин. Благодарю тебя, немецкий солдат. Амин. Нет такого злодеяния, которое не совершил Кадыров и его банда. Единственное, чего еще не сделало это существо, оно пока не поедает своих оппонентов, как это делал африканский император Людоед Бакаса. Бакаса. Томсо, насколько значительен контингент и вооружение в различных частях в Ханкале и прочих в Чечне. Это хорошо вооруженные части? Конечно, это колоссально вооруженные части. Ханкала это вообще самый вооруженный военный городок на территории республики. Там аэродром, там стоят истребители, вертолеты, они туда приземляются, они туда взлетают. Представь себе, насколько это мощная военная база. А таких военных баз, наподобие Ханкалы, их несколько в республике. Есть еще... Давайте так, смотрите. Ханкала это база Министерства обороны. Это разные вещи, да, Министерство обороны и Росгвардия. Вот на территории республики есть базы Министерства обороны, есть базы Росгвардии, бывшие базы внутренних войск. Ханкала, база в Барзое, это Минобороны. По-моему, еще танковый вот этот полк в Шалях, это база Минобороны. Еще там есть несколько баз Минобороны. Из них вот эти вот мощные, это Ханкала и Барзое, это очень мощные такие большие военные базы. Есть также военные базы, такие же как бы мощные, но по масштабам чуть менее, там, соответственно, и вооружение у них не такое, как у Минобороны, там, истребители и так далее, нет. Но это тоже большие базы, там очень большой контингент, у них много мотострелкового оружия, у них там техника. Это базы Росгвардии. Их в республике вообще много, больше, чем в базе Минобороны, они есть в каждом районе. В Грозном они находятся в нескольких местах, это рядом с аэропортом, это полк Север, который на выезде в сторону пригородного. Также в каждом районе есть отдельно у нас эта база Росгвардии, они тоже, как бы, большие. И плюс еще есть пограничные базы, то есть базы погранслужбы ФСБ, они находятся уже на границе с Грузией, они засекречены, разбросаны, там, замаскированы. Некоторые из них, очевидно, там, например, на Дышнемок находится, большая база. Короче, баз у нас там полно, и они реально очень серьезно вооружены. Кафыров, будь ты проклят, том, что полный газ. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok